115 работ, портреты, пейзажи, натюрморты. Они выполнены в различных видах – графике, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Мне приятно видеть, что на этой выставке представлены работы в различных техниках, что говорит о том, что наши преподаватели хорошо владеют разными видами изобразительного искусства и разными жанрами. И, следовательно, у нас ученики, ребята тоже могут овладеть основами этой изобразительной грамоты. Инициаторами проведения выставки стали преподаватели Дубоссарской художественной школы. По их словам, они просто хотели возродить давние традиции, забытые в начале 80-х, когда коллеги из всех городов республики могли встречаться, общаться, видеть творчество друг друга и обмениваться опытом. Многие художники, преподаватели художники, они впервые показывают свое творчество. Для них это, скажем так, премьера и, возможно, это даст какой-то толчок для дальнейшего развития этого творчества. Выставки художников-преподавателей очень важны для художников, которые преподают изобразительное искусство. Дело в том, что можешь учить только тому, что сам очень хорошо и умело делаешь. Дополнил праздник красок театр моды местного ДДЮТ. Он представил две коллекции одежды «Времена года». Выйти на улицу, посмотреть на саму прямородку, которая просыпается после зимы. Голые деревья, набухают почки, появляются листики, подснежники. Это и есть красота. То есть от этого, наверное, и отталкиваются каждые художники, когда рисуют свои произведения. Мы воплотили свою мечту, свое произведение, свою живопись в платье. Выставка преподавателей художественных школ Республики продлится до конца марта. Ну а следующая встреча коллег состоится ровно через год. К этому времени педагоги-художники намерены придать выставке статус республиканской. Наталья Храмова, Анжела Каранчук и Виктор Меленчук. Первый Приднестровский.